Телеканал ЗАП-ТВ уже рассказывал о печальном состоянии больницы в Сретенске. Отделения закрываются, врачи уезжают. Чтобы элементарно попасть на прием к хирургу или окулисту, пациентам нужно сначала дождаться автобуса, а затем ехать в какой. Это почти 30 километров. Терпели долго, но новость о том, что теперь у них хотят отобрать и врачей станции скорой помощи, стала последней каплей. На протяжении четырех лет мы говорим о том, что здравоохранение в нашем городе рушится. Были соседатели, которые строили все больницы, но однако за четыре года разрушено буквально все. Осталась поликлиника, осталась скорая помощь и терапевтическое отделение. И вот по населению поползли слуги о том, что закрывают скорую помощь. Проблема в том, что разрушают все какие здания были, они нас устраивали. Нас, простите, в них лечили, по-настоящему лечили. Все разрушено. Разрушено отделение гинекологии, разрушено отделение хирургии. Детское отделение там непонятно как теплится, но она отчитывается, что она работает. Как пояснили в Краевом Минздраве, станции скорой помощи в этой больнице и нет. Ее давно перевели в Какуй. Но есть кабинет ожидания медицинской помощи при поликлинике. Лицензировать ее под станцию невозможно, по причине отсутствия элементарных условий. Все, что не лицензировано было, можно бы этот вопрос решить за целый год. А на протяжении целого года не было лицензии скорой помощи. Жители Сретенска недоумевают, почему некогда большая и оборудованная больница с огромным штатом медперсонала сегодня практически разрушена. Как статус районной больницы можно было дать бывшей медсанчасти судостроительного завода в селе Какуй. Хочу сказать, корень зла образовалась все равно в отношении Министерства здравоохранения. К закрытию таких, как наш маленький городок, все перетащить в Какуй, так что там централизованная двухэтажная больница. Там тоже подсократили. Глазное отделение закрыли. Прекрасное было глазное отделение. Были дешевые операции, доступные для населения. Теперь в Чите сделать без квоты ту же операцию надо 30 лет не меньше. Корень зла не только в Краевом Минздраве, но и в самом главвраче. Больница считают многие митингующие. Мы не строим, мы не созидаем, мы разрушаем. Поэтому возник такой вопрос. И возник вопрос от населения о том, чтобы Юлию Владимировне сделать отставку. Почему? Потому что 4 года она перед нами выступала, смотрела нам в глаза и лгала, лгала, лгала. Вот люди уже устали, люди уже считают, что и я, Лис, тоже считаю, что она не созидательная, она разрушительная. Такие руководители Краевому не нужны. В Краевой Минздраве один ответ. Отделения закрылись, потому что не было воды, канализаций, иногда даже тепла. Денег на ремонт тоже. Оставался один выход – оптимизация. Впрочем, скорая помощь в Сретенске в любом случае останется. Администрация района сейчас занимается восстановлением коммуникаций, чтобы врачи могли нормально работать.